Из-за обильных снегопадов впервые за 4 года косуля начала миграцию из тайги в степи Хакасии. Там она ищет себе пропитание. Перед тем, как пересечь федеральную трассу М54, она скапливается в бару возле посёлка Знаменка. Здесь-то её и подстерегают браконьеры. Только за одну ночь они уничтожили около десятка животных. Охотоведы уверяют, поголовье косули сейчас очень невелико. Чтобы дать этим животным спокойно плодиться, на угодьях общего пользования охота на них запрещена. Однако браконьерам закон не писан. В Знаменском бару они устроили настоящую бойню. После нас уже утром, после вчерашнего дня утром, протащили свежую убитую косулю. Стреляли буквально в 10 метрах, убили с той стороны и протащили в сторону асфальта. Сергей Блумберг собирает доказательную базу, чтобы браконьеры не остались безнаказанными. С помощью металлоискателя в заснеженном бару ищет гильзы. Вспоминает, во время рейда в окрестностях Знаменки звучала канонада из ружейных выстрелов. Вчера видели, что в этот участок зашло около 30 косуль. Буквально вчерашний, сегодняшний день уже убито больше 10, где-то 12-13. И несколько подранков ходят, которые могут и погибнуть. Вот результат, что пришло, и то и осталось здесь. В ходе рейда инспекторы обнаружили три застреленных косули. По следам, оставшимся на снегу, нашли и задержали двух браконьеров. Пока разбирались с ними, подъехала новая группа охотников. Предположительно, за мясом еще двух животных, которых нашли неподалеку. А далеко за полночь от Оведы остановили автомобиль Нива, в котором лежала уже разделанная туша. Всех подозреваемых, это 9 человек, доставили в отдел полиции. Однако, судя по следам на снегу и разбросанным по лесу останкам, браконьеры продолжали действовать всю ночь. Ближе к обеду подъехали опять на это место, искать гильзы с металлоискателем. По нашим следам уже протащили косули, вытащили на трассу и машина увезла. То есть, как бы, тут день и ночь надо жить, чтобы что-то предпринять или сделать. Хотя бы, чтобы немного народ успокоился. Пока материал готовился к выходу, в Минусинском районе задержали еще четырех браконьеров. В одной из местных рек обнаружили девять мешков со шкурами и копытами животных. Возбуждены уголовные дела. В связи с этой катастрофической ситуацией, рейдовые мероприятия будут проводиться круглосуточно. Для наведения порядка и сохранения косули привлекаются дополнительные силы. Напомню, наказание за браконьерство на угодьях общего пользования предполагает штраф до 200 тысяч рублей, либо арест до шести месяцев. Кроме того, нарушителям закона придется возместить нанесенный природе ущерб. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Новости. Новости.